Пока власти принимают меры по снижению распространения COVID-19, мошенники наживаются на ситуации. В Иркутске 57-летний мужчина потерял 21 тысячу рублей, поверив аферистам, что ему назначена выплата из-за введенного карантина. Информацию о компенсациях он увидел в соцсети. Перешел по ссылке, заполнил анкету и получил сообщение о том, что ему положены 270 тысяч рублей. Но сначала надо было оплатить работу юриста. В итоге иркутянин 9 раз переводил деньги мошенникам под разными предлогами. Только потом понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, но это не единственный способ обмана, который используют мошенники в связи с распространением коронавируса. Они также собирают пожертвования якобы на создание вакцины. Продают ненастоящие экспресс-тесты или лекарства от COVID-19. Собирают данные людей на сомнительных сайтах от имени Всемирной организации здравоохранения. Более того, появились фирмы-однодневки, которые обещают помочь в оформлении кредитных каникул. Но после получения денег за консультацию, клиентов организации пропадают. Еще один популярный способ. Аферисты дают объявление о продаже масок, берут предоплату и исчезают. Подобный случай уже зафиксирован в Иркутской области. На сегодняшний день сотрудниками полиции зарегистрировано уже два преступления, которые были совершены под предлогом, либо так или иначе связанными с коронавирусной инфекцией. Тема имеет определенный повышенный спрос. Естественно, возникает значительная потребность на различные товары и услуги, которые в обычной жизни были бы не так нужны, как сейчас. И этим охотно пользуются преступники.